так ну что же у нас очередной прямой эфир в этот прекрасный вечер понедельника вот всем говорят да вот мы уже присоединяемся вот уже есть у нас некоторые люди некоторое количество да всем привет это можете мне помахать я вам так помахаю ну что же да я рад вас приветствовать кто у меня сегодня если говорить про эмоции то больше всего такой радости такой не глубокой радости неспокойной радости а такой знаете щенячьи радости то что в москве снимают карантин у меня завтра аутентичное движение в живую с живыми людьми настоящими ну и так далее в общем все живое она про радость но не только про живое мы сегодня как раз об этом поговорим та тема которую я сегодня хотел осветить как раз она касается такой 2 большие темы танец и эмоции как это все вместе вот и здесь очень важно понимать что понятно что мы не всегда понимаем что такое эмоции да и мы и до сих пор современной психологии допустим существует какой-то единой теории эмоций вот их там несколько но есть две такие большие области вот две большие группы теорий вот о которых мы немножко поговорим они по-разному понимают что такое эмоции но самое главное наверное что вот нужно сказать про темы эмоции что мы как люди мы эмоциональные существа понятно что и скажет но нет я не очень эмоционален вот но на самом деле мы как люди у нас это физиологически прошито да то есть реагирование через проживание отклик который мы переживаем телесно на события и особенно больше всего на других людей вот вот это вот для нас это не только необходимая часть культуры это для нас прямо вот прошито в нашей физиологии и вот это важно понимать что самая главная новость здесь стоит что если вы хотите избавиться от эмоций этого не получится если вы хотите избавиться от того что называется негативными эмоциями у вас это не получится но интересно что же получится вы если мы имеем дело с эмоциями и какое отношение к этому имеет танец таким поводом именно для этой темы послужил как раз до послужил как раз такой наш ближайший курс который начинается моего сначала назвали страх стыд и удовольствие а потом на сказали сушки а это вот будет чтобы мы туда будем погружаться нам этого не хотим вот и мы переназвали будут путешествие за пределы страха и стыда но вот что такое за пределы это нужно уточнять да потому что так или иначе если мы живые чувствуешь существа мы будем испытывать страх если мы живем в обществе в той или иной степени мы будем испытывать стыд если не за себя то за других да но вот мне есть предложение сегодня немножечко разобраться с тем что это да такое эмоции какое отношение к этому всему имеет танец я рад приветствовать тех кто уже присоединился да я видел там антон люба алекс присоединился кто-то поздоровался до утра много разных прекрасных людей до жене панкова и так далее не всех я конечно знаю это хорошо итак если у вас будут вопросы то задавайте их пишите лучше ближе к концу вот пока я скажу несколько слов и так как я уже сказал эмоции это такая интересная процесс внутри нас в принципе можно сказать что это то как мы откликаемся реагируем на любые события других людей и не только внешние события но и внутренние события то есть мысли представления образы и так далее вот когда когда мы проживаем определенное отношение к тому что происходит внутри или снаружи что это означает на конкретном примере с тем же страхом и стыду да то есть если что-то я оцениваю как угрожающее мне на любом уровне физически угрожающее эмоционально угрожающее социально угрожающее то реакция на это то что я проживаю в ответ на это это страх вот собственно говоря и что я в этот момент чувствую как я это проживаю мы знаем что мы определенным образом оцениваем эту ситуацию да и зачастую бессознательно мы говорили на одном из предыдущих эфиров что вот эта способность оценивать угрозу нейроцепция формируется еще до рождения но есть некие свидетельства вот то есть вот само это улавливание угрозы она у нас есть самого начала это часть нашей физиологии частью вот этого выживания но затем важный момент что мы определенным образом это проживаем в теле и у вас есть у каждого до какой-то опыт проживания страха да мы сжимаемся мы отступаем может быть наклоняемся у нас может быть расширяются глаза или наоборот нам хочется закрыть на то есть есть прямо целый спектр телесных реакций то что мы можем назвать такой внутренний танец страха то есть есть телесные реакции это прошито в нашей физиологии нашей нашей телесности до нашей телесной стороне но для человеческого понимания очень важно что то что мы называем это страхом то что мы обозначаем это как страх то что мы относимся к этому как страху эта часть относится к культуре да то есть как бы что мы не можем в нашей человеческой участи разделить физиологическое культурное и когнитивное да то есть любая из эмоций я сказал страх но тоже самое относится и к радости я описывал до этого что вот мою детскую радость сегодняшнюю про то что завтра снимается какая-то часть ограничений карантин да я чувствую да вот это вот что да у меня идет некое расширение некий подъем хочется улыбаться мне такой появляется кач наверх да то есть я знаю как это происходит телесно вот и одновременно я ее оцениваю оцениваю как детскую радость ну типа взрослые люди они будут заградуются как-то по другому более сдержанно а вот такую безудержную радость выражает в основном дети это чисто культурная история да то есть это не имеет отношения к физиологии ну и понятно что мы при этом как бы можем чувствовать то что можно потом назвать детской радостью вот но тем не менее можем этом при этом как-то себя ограничивать в этом потому что это не очень уместно социально в каком-то ключе вот вот это вот история про вот страх допустим и радость дальше мне хочется если про эмоции как я уже сказал что с одной стороны это то что как бы прошито в нашей телесной стороне до нашей физиологической стороне с другой стороны это всегда некая оценка ситуации и человеческая отличается от допустим ну вот вопрос переживает ли животные эмоции или нет он сложный здесь нужно смотреть опять как мы их понимаем вот они переживаются но будет у него есть когнитивная составляющая то есть некая оценка ситуации на в том числе когнитивная вот и соответственно как бы и это всегда пропускает через призму культуры это то что с чем мы имеем дело на если мы говорим об эмоциональной стороне нас вот и соответственно вот с этим клубком разных сторон нас культурной и социальной когнитивной и физиологической то есть мы вот и имеем дело когда мы говорим об эмоциях и здесь у нас вступает дело следующее разделение которое очень важно для понимания вообще что что с чем мы встречаемся когда мы с эмоциями это разделение которое многие знают как-то сам внутри себя делают это разделение на то что называется позитивными и негативными эмоциями да это у меня кавычки вот такие вот почему я говорю кавычках потому что само это разделение и это та точка зрения на которой я нахожусь которую разделяет часть практиков психологии не только вот что само разделение эмоций на негативные и позитивные несет для нас как бы такой такой шизофренический в метафорическом смысле смысл да то есть она нас разделяет потому что эмоции это целостный спектр на то есть мы не можем его отделить то есть мы не можем сделать так физиологически не можем сделать так чтобы чувствовали только приятные эмоции и не чувствовали неприятные то есть мы этого не можем сделать а то есть вот второе деление что приятные эмоции это позитивные а неприятные это негативные но если мы присмотримся да по-другому как у нас это происходит в культурной опять-таки жизни понятно что есть люди которые любят смотреть ужас я не отношусь к ним но я знаю что такие люди есть и вот это вот переживание страха в безопасных условиях а для этих людей это хорошее такое возбуждение да они себя чувствуют после этого более живыми наверное да то есть переживание страха может быть для них формой удовольствия что я люблю смотреть боевики да вот с боевиками не проще там у нас некая агрессия но тоже там или там переживания какие-то вот такие переживания больше связаны с агрессией и они тоже оказываются могут быть какие-то приятными особенно если это праведный гнев то есть праведный значит оценка вот до негативные не равно неприятные я просто хотел сейчас здесь комментарии смотрите люди часто делят и это это оценка вот эмоции на негативные позитивные да она прошита в нашей культуре мы часто ее это усваиваем очень так не критично я предлагаю на это взглянуть вторая вещь до приятные и неприятные я вот сейчас сказал что оказывается негативные эмоции могут быть приятными эмоции на вот тоже какой-то другая история в некоторых случаях говорят о конструктивных и неконструктивных эмоциях да мне больше всего нравится та модель которую взял у джоан ходоров это американский танцевальный терапевт и индианский аналитик да еще это жена и индианского аналитика что тоже оказывалось свое воздействие и там у нее идет деление которое она предлагает не на там позитивно-негативные совершенно другое она предлагает выделять развивающие эмоции и кризисные эмоции и под кризисными эмоциями как раз подразумевается вот эти вот эмоции которые нам помогают выходить из кризиса в этом смысле страх эта эмоция которая помогает нам выходить из кризиса безопасности гнев это та эмоция которая помогает нам ходить из кризиса препятствия ограничения автономии и прочих таких вот вещей покушение на территорию вот из этого кризиса вот соответственно у них там печаль это то что помогает выходить из кризиса потери да и вот это совершенно меняет картину в этом смысле на что эмоции они изначально их вот этот посыл да он про то чтобы помогать нам решать некоторые задачи в первую очередь задачи связанные с отношениями но при этом вот это то что они регулируются культурно и оцениваться культурно очень по-разному и то что ситуации в которых мы находимся они требуют не только такого непосредственного реагирования а чего-то еще как раз осложняют эту задачу и осложнять ее в двух направлениях первое из них что мы начинаем по-другому относиться к самим эмоциям то есть мы начинаем бояться себя боящегося да то есть только бы не показать свой страх или только бы не показать что я злюсь сейчас на что соответственно вызывает больший внутренний конфликт и больше внутреннее напряжение вот и это же ведет нас к тому что мы не очень знаем что мы в этот момент переживаем что мы в этот момент чувствуем этот любимый вопрос психологов до почти всех направлений вот а что вы сейчас чувствуете можете ответить для себя на этот вопрос да и сказать о на 8 заинтересованность и дальше уже у нас как за заинтересованность чисто когнитивное действие эмоциональное так вот если мы говорим про кризисные эмоции про развивающие его джан ходоров вызывает выделяет всего две развивающие эмоции два развивающих аффекта да то есть не просто эмоции целый эмоциональный спектр вот эффектно использовать по другому немножко слова целый эмоциональный спектр да вот допустим всего но при этом два таких спектра это как раз интерес и радость вот и радость там начинается от приятного удовлетворения такого довольства а заканчивается экстазом да и соответственно интерес начинается с такого легкого возбуждения предвкушения а заканчивается вот этот спектр пиковая самая большая интенсивность этого это вот полная такой поглощенностью состоянием вот этого потока вот всего развивать вот мне очень нравится эта идея как которая лежит в основе вот этой концепции что нас развивать всего две вещи вот радость и интерес вот а все остальное это нам то что нам помогает выходить из кризиса помогает выживать это конечно сильное обеднение вот но тем не менее как как такая крайняя идея она очень приятно мне очень приятно от этой идеи видите то есть мы еще способны к идеям относиться с эмоциями это тоже важный момент так вот это вот немножко про эмоции а теперь давайте попробуем как бы про про эмоции танец вот а потом про то как это вместе соответственно танец он это одна из форм выражения проявления и проживания эмоций одна из форм на также как другие формы искусства также как музыка и прослушивание музыки также как поэзия там или другое там вид словесного творчества песня вот что это в том числе кроме способ что это определенный способ там познания мира там кодирование ценностей тратата тратата там много конечно же искусство разных разных задач но в том числе это способ это образом проживать и выражать эти эмоции ну и дальше вот сейчас я сразу же оговорюсь для психологов такой маленькой снос по словам эмоции я подразумеваю все эмоциональные процессы которые включают в себя настроение состояние чувства и эмоции да еще там можно назвать кое-что для упрощения нет мы не различаем здесь в контексте одного маленького эфира вот мы не различаем вот эти вот разные эмоциональные процессы все называли словом эмоции свалили все в кучу вот потом можно разгребать после этой после этого так вот если мы говорим про эмоции что танец способен это выражать и отличие допустим танца от любых других форм физической культуры как спорт допустим или йога и так далее то что танец способен выражать весь спектр эмоций мы можем танцевать хоть скуку хоть вот этот праведный гнев хоть губонкое разочарование или же там тончайшее блаженство то есть любое из этих состояний эмоциональных переживаний мы можем соответственно выражать да и проживать через танец и движение в этом одно из преимуществ танца второй момент поскольку как бы танец у него есть и вот этой культурная физическая составляющая символическая вот культурная и это символическая вот то соответственно он мы и танец в этой в этой же вот культурной составляющей достаточно такое безопасное пространство и в этом смысле через танец мы можем выражать очень разные переживания и эмоции да то есть это поскольку это достаточно безопасно вот это вот две отправные точки и понятно что как раз для чего нам нужно проживать эти эмоции давайте посмотрим на это но первое мы не можем их не проживать да и поэтому лучше это делать каким-нибудь приятным да безопасным и интересным способом второй момент когда мы начинаем действительно внимательно относиться к телу на с этой такой вот исследовательской то есть с интересом нас такой исследовательской позиции вот с телом переживающим с телом эмоциональным да начиная соответственно мы начинаем яснее для себя различать мы тогда уже можем различить что сейчас я поскольку я допустим в том числе там наклоняюсь вперед и как-то вот я знаю что это сейчас ситуация которая мне не очень нравится но я наклоняюсь вперед и как-то чувствую что у меня допустим сжимаются кулаки я сейчас воображаю эту ситуацию вот я понимаю что вот сейчас я где-то начинаю быть близким к вот этому переживанию злости или гнева или недовольства раздражения и так далее весь вот этот вот спектр на то есть как бы мое внимание к движению к положению тела к тонусу тела помогает мне яснее замечать и различать а что именно я сейчас переживаю это первый момент второй момент как я уже говорил что если я начинаю различать и это вот всех источниках по развитию того что сейчас называется эмоциональным интеллектом это одна из первых вещей научиться различать более тонко замечать что я именно сейчас чувствую называть словами обозначать это описывать это каким-то образом и это базируется на телесной осознанности это базируется на наблюдении за телом второй момент если у меня появляется вот эта вот штука история с гневом я могу да какой-то вот начать замечать какому танцу это меня ведет импровизации или даже вот какому-то какому-то достаточно структурированному хореографированному танцу да то есть допустим какие-то варианты хип-хопа да они очень ясно приспособлены они выражают именно это но одновременно выражая это они придают этому форму и что же происходит дальше любые процессы внутри нас включая эмоциональные процессы у них есть определенный период развития да они устроены как волна на то есть у нас появляется мы оцениваем какую-то ситуацию ой сейчас что-то мне угрожает у меня подскакивает уровень кортизола я это не управляю да у меня появляются определенные телесные реакции привычные или застываю и начинаю прятаться бежать и так далее и так далее да то есть вот это вот все у меня происходит то есть она вот ко мне приходит и понятно что в реальности да такой вот в реальности которой наша эмоциональная жизнь только появлялась как у вида да это было очень оправданного те да сейчас меня съедят мне нужно убежать это вот очень такая оправданная вещь вот понятно что сейчас для нас вот это простые базовые эмоции они редко где пригождаются это вообще редкость когда мы имеем дело с таким густым базовая с густой базовой эмоции то есть мне нужно как-то очень особое это переживание когда в чистом виде вот такой вот чистая эмоция приходит достаточно редко у нас всегда идет некая смесь так вот для того чтобы это пережить вот через какое-то время если я не буду как бы думать об этом или мне не будет продолжать угроза существовать вот этот уровень кортизола он упадет меня как бы так вроде спаслись все оценил эту ситуацию у меня может быть изменится дыхание мне появится другое расслабление вот и так далее вот это вот естественная волна эмоций то есть соответственно если мы не мешаем телесно себе их проживать то мы действуем в соответствии со своими возможностями телесно соответствии со своей телесной стороны и здесь для того чтобы не застревать важно чтобы была форма безопасная как телесно вот эти вот переживания можно можно с ними вместе двигаться на то есть еще раз это в этом смысле танец как любой на самом деле другие движения тоже это то что не помогает быть со своим телесным проживанием вот этой эмоциональной волны любой на там страха гнева или стыда то есть любой абсолютно или радости или того же самого интереса вот соответственно проживать что происходит если мы как бы не даем себе вот этого переживания не даем себе такой возможности проживать это чувство находить для него форму зная что я вот сейчас делаю для чего я это делаю у нас может будет как бы накапливаться как мышечное напряжение такой есть особый вопрос то есть это с оговорками некоторыми слова накапливаться здесь не совсем точно скорее что мы научаемся действовать определенными заново выстраивать эти напряжения да то есть у нас теле ничего не накапливается вот кроме там некоторых веществ а на уровне нервной системы мы просто приучаем себя реагировать определенным образом и это в этом смысле накапливается одинаковых реакций вот и соответственно нас накапливается вот это вот количество одинаковых реакций у нас может накапливаться кортизол на физиологическом уровне если вот эта ситуация регулярного стресса причем не только того стресса который происходит нашей жизни но в том числе тех того стресса который мы подпитываем своей когнитивной деятельностью то есть подпитываем мыслями впроставлениями о том что у нас сейчас продолжается вот это вот вот этот вот какой-то ужас вот это не означает что ужас не происходит это означает что мы его внутри усиливаем да вот такая вот история соответственно как бы вот когда мы наконец-то вот этот ужас весь безопасного пространстве в пространстве танца допустим выражаем фу то есть вот этот уровень кортизола может падать уменьшаться до нормальной культуры он потом опять вырастет не волнуйтесь вот соответственно другие друг по-другому работает наша телесная сторона та же эндокринная система мы наконец-то да можем встречаться с какими-то людьми наконец-то мы можем радоваться вместе тогда мы проживаем другие чувства то есть мы не мешаем себе двигаться вместе с этими эмоциональными волнами мы их не боремся мы с ними не боремся как под них подруливаем и вот это вот подруливание в эмоциональных волнах это как раз один из по это то что можно назвать эмоциональной саморегуляции и антанец это один из хороших видов форм эмоциональной саморегуляции понятно что он требует условий да но для любой формы саморегуляции вам нужны условия если вы занимаетесь таким вот работой на тонком телесном уровне через практики созерцательные вам нужно тихое место и вам нужно такое приличное время для этого вот в этом смысле хорошо можно сочетать и практики внимательности и практики двигательные телесные но еще раз на то есть что наш эмоциональный язык спектр поскольку он еще культурный то он очень богатый он очень разнообразный вот можем ли мы танцевать сочетание ярости и нежности а можем вот такое какая роль играет в этом внутренняя речь давайте спасибо за вопросы я вижу комментарии спасибо что есть такая увлеченность давайте вы уточните вопрос во в чем этом в в том как у нас прям вот образуются эмоции вот или в чем вот давайте чуть уточните вопрос так вот если говорить уже о том вот этих о том откуда берутся или что что там у нас с эмоциями то здесь есть две как раз вот эти большие ветки соответственно теорий психологических моделей вот одна из них это о том что эмоции у нас врожденные то есть что эмоции это то что мы делим уже с высшими влекопитающими да то есть что вот вот это вот образуется такое вот соответственно самые базовые эмоции у нас врожденные вторая группа теорий что того что культуру мы не можем вытянуть и поэтому точнее говорить что эмоции мы конструируем базируясь естественно на этих физиологических соответственно реальных физиологических процессах но мы их всегда интерпретируем в соответствии с той культурой которая у нас есть вопрос уточнился вот соответственно вот я чуть позже отвечу я запомню вот хорошо соответственно что это означает это означает что эмоции мы каждый раз как будто заново собираем вот в этой модели теории конструирования эмоций большую роль при этом играет одну из ключевых ролей что мы в этот момент действительно чувствуем вот лиз баррид которая одна собрал наибольший массив данных и доказательств по поводу в пользу теории конструирования эмоций она описывает прекрасную такую историю о том что она как бы на учебе аспирантом там в какой-то момент ее пригласил ее коллега на свидание и она вот чувствует что с ней что-то происходит какое-то странное телесное такое вибрации она чувствует и вот неужели я влюбляюсь в этого человека в следующий день оказалось что не грипп вот и здесь это был ключевой момент для понимания какую роль телесные ощущения имеют формирование соответственно чувств это очень прикольная история мне она кажется говорится точно говорит об этом о том что нам важно очень ясно замечать вот что у нас происходит с телом но также это немножко говорит алис баррид вот о ее структуре личности такое мое мнение вот поэтому очень важно что мы действительно слышим а что же происходит телесно как это происходит телесно и в том числе двигательное потому что ну эмоциональные выражения они в том числе связаны с нашим движением в пространстве да то есть в каких-то случаях со страхом это точно мы это двигаемся больше назад на в агрессии мы двигаемся больше вперед и в интересе тоже в радости мы чуть больше вверх в печальному чуть больше вниз это это происходит как бы естественно но раз естественно она не может быть оторвано от культурного поэтому это еще и культурно мы это тоже узнаем что если и в этом смысле усталость у нас может очень часто ассоциироваться с печалью и нам нужно это учиться различать для себя вот для того чтобы избегать печали для того чтобы проживать ее с максимальным удовольствием вот ну и соответственно вот эти вот важно замечать вот этот свой индивидуальный посыл на индивидуальный вот этот рисунок эмоций потому что здесь еще кроется еще одна вещь что если мы понимаем что каждый человек немножко по-своему проживает одной и той же эмоции в одной и той же культуре похоже но все равно немножко по-разному и нам в этом смысле важно понимать что мы можем немножко не понимать чувство другого человека вот мы можем эмпатически совпадать но тоже то есть здесь важно очень большая сонастройка с человеком поэтому вот все интерпретации того вот и чувствуешь это это интерпретация с очень большой погрешностью да и лучше все таки как-то помогать человеку самому называть замечать что он сейчас проживает чем называть это для него и за него вот в этом смысле это такой вот там был вопрос соответственно про роль внутренней речи в основном проживании эмоций это вообще три достаточно большие области мозга работающие но естественно у нас все работает вместе работающие немножечко по-разному и развивающиеся немножечко по-разному речь эмоции и движение вот но в движение часть движения у нас функционально и она поэтому но меньше связано с эмоциями да то есть это чистые такие паттерны которые мы научились для того чтобы ну вот что-то делать с вещами то есть ходьба у нас может быть окрашена эмоционально но может быть и очень какая-то такая функциональная ходьба где эмоции где эмоциональная сторона строения но чего чуть совсем участвует вот ну и так далее вот и в этом смысле важно смотреть как бы насколько это не мешает друг другу насколько одно не мешает друг другу насколько наша внутренняя речь не заменяет проживание и не заменяет выражение вот то есть как бы здесь скорее про то что это может быть согласовано но это не самый простой процесс на и в этом смысле звук он ближе естественно к выражению эмоций вот чем слово вот уже некая но тем не менее понятно что какой-то то есть когда мы говорим про осознанную речь мужик речь не только это слова да речь это еще интонации речь это еще ритм речь это еще определенная мелодика и вот эти все вещи в речи они очень связаны естественно с проживанием и выражением эмоций вот как у нас это происходит и соответственно невербальные составляющие речи очень связаны с эмоцией вот да и наверное напоследок перед тем как мы перед тем как может быть будут вопросы какие-то не хочется упомянуть еще одну историю вот это о том что тоже для меня важный такой пункт что традиционно считается что разные духовные практики они как раз направлены на преодоление эмоций да то есть вот есть такая точка зрения что в основном там как бы это про то чтобы достигнуть вот этого некого равновесия в котором меня уже ничего не будет тревожить в котором меня ничего не может как-то затронуть вот что где я не чувствую ничего плохого вот и да во многих направлениях вот этих это присутствует это есть это имеется вот что такое и эти идеи и практики туда направленные вот вместе с тем важно что существуют еще и другие направления которых считается что эмоции это тоже один из одна из форм духовной практики проживание эмоций глубинное проживание эмоции это одна из форм духовной практики но здесь есть опосредованной более вещи как отождествление с каким-то не знаю там допустим отождествление с гневным божеством как как в какой-то религиозной практики где вот только этот гнев он как немой он божественный направлен на рассеяние мрак и невежество в этом мире ну да отлично но это вот тот самый гнев но это про тибетских божеств вот ну и понятно что это уже какой-то другой градус что ли другое другой уровень интенсивности проживание эмоций и в этом смысле экстатические переживания как раз алексом в предыдущем эфире говорили про экстатические переживания в танце они очень близки к этому переживанию восторга который описывается допустим каких-то других экстатических практиках допустим в суфизме да у кришнаитов да но при этом например да вот это вот вот эти вот танцы они очень про про вот это вот божественную радость про божественную радость вот в том в этом смысле вот это вот переживание эмоции очень глубинное очень особое в особом контексте но может быть не только помехой но наоборот шагами на пути духовного развития вот и через такие глубинные двигательные техники медитативные как аутентичное движение мы можем там оказываться как следует из моего опыта опыта соответственно их студентов и коллег вот это вот вкратце мне еще одна была такая идея сегодня спешу немножечко но это у меня есть идея закончить меньше чем за час прямой эфир вот вопросы я еще в конце чуть-чуть повторю потому что может быть много информации это сжатый материал большого количества тренингов которые я провел в какой-то момент да мне как я понимаю что мне сложно называть что я чувствую мне как-то как мужчине в первую очередь да то есть этот как-то для меня очень непривычно я этого не умею и мне как же так вот я же очень много чувствую переживаю мне как-то сложно об этом говорить называть заботились этим вопросом и развили чем у нас она как-то навыки развития эмоционального интеллекта у нас есть вот соответственно до ритм внутренней речи и внешней речи разные эта ситуация может быть но это достаточно особая ситуация вы знаете вот это я очень люблю екатерину шульман вот и когда и как-то какой-то момент мне дочка моя одна из дочерин говорит она это та женщина который который говорит ну как который мыслить быстрее чем думает на то есть вот и вот там вот этот вот спешка такая на про то что речь не успевает за мыслью то есть по-разному бывает в разных состояниях то есть здесь тоже важный момент что когда мы говорим об эмоциях они никогда не оторваны от контекста да то есть от той ситуации того с тем как мы где мы находимся что было до чтобы будет после да то есть мы не можем оторвать эмоции от ситуации проживаем что-то в конкретном контексте это никогда не изолировано она может догонять контекст может быть внутренний да как-то флешбейки какие-то вот но тем не менее замечаете темп и ритм окей вот тогда мне интересно как вы можете улавливать ритм внутренней и внешней речи да то есть может быть лечь быть не ритмичной может ли она быть со сложным ритмом и здесь вот это не отменяет той же самой ситуации что это может быть по-разному у нас может быть совпадение да это как внутренний ритм совпадает с ритмом движения и это вписывается в окружение и тогда вот есть вот это ощущение такого гармонического ритма но все друг другом достаточно согласовано вот и соответственно когда может быть рассогласование да то есть какой-то такая полиритмика вот и она может быть интересная может быть очень неприятная углубились какую-то вот эту тему ритма да и тоже здесь важный момент что иногда ритм это то что помогает организовывать переживания то есть опять-таки она помогает его структурировать но для некоторых переживаний особенно для тонких или для каких-то таких определенной части спектрами сейчас даже сложно назвать какой очень важно чтобы не было давление ритма вы это такое что тело свободно голос зажат наверное ну то есть я тоже быть без контекста я не могу понять то есть как бы я и скажу что чтобы все бывает вообще все вот то есть если для человека на у него есть ну как бы именно телесное проявление двигательное проявление она больше присвоено себе он больше себя в нем более комфортно ощущает а голосовое проявление в силу его личной истории да то есть это то как мы научились она там ну как было больше там больше связано стоит с неодобрением с непринятием с отсутствием практики да бывает что там человеку говорить сложно а двигаться чуть проще вот это так сложилось да но эта история личная это не да лис привет на да если эмоции противоположные как-то в теле танцевать да отличный вопрос спасибо у нас вот см арт-йога как это человек вот соответственно задает сегодня отличные вопросы много вот это еще одна особенность нашей эмоциональной жизни да то есть о том что у нас одновременно присутствует несколько эмоциональных тонов кто-то из них какой-то может быть доминирующий иногда нетуномерно то есть я одновременно чувствую там там радость и страх на одновременно такое бывает да вот это притяжение отвращение одновременно вот и это сложные эмоции в этом смысле что мне их не сложно проживать а мне их как они сложно устроены и поэтому они может быть могут выражаться как раз противоречивых движениях то одну одну то в другую сторону и иногда это очень особый язык их проживание здесь я могу провести аналогию это как парадокс для мыслей для когнитивной стороны нас точно также вот эта противоположность в чувствах она как раз это такой парадокс для тела и есть те танцевальные направления которые прямо работают с этим направлением танец будто одна из таких один из таких примеров там любят парадоксы повергает тело совершенно в особое состояние в этот эмоциональный парадокс вот как я уже говорил да хочется уже там близится к завершению если еще появится вопросик то я еще отвечу но как бы сама эта идея она появилась вот этого эфира она появилась потому что мы я отмечаю сейчас в онлайн курсах которые я веду что мы действительно встречаемся с эмоциями нам сложно мы не знаем что с ними делать не знаем как с этим обращаться есть эмоции с особой сложности потому что они и неприятны и неодобряемы и нам не стима как бы как будто если мы их переживаем с нами что-то не так и вот как это головари в этой когорте эмоции это естественно страх и стыд что с одной стороны страх это вот то что мы естественно переживаем в очень многих ситуациях и иногда он у нас чрезмерен особенно в этой ситуации пандемии конечно же у нас не есть не только наш личный страх но и весь весь страх который разлит вот в этих информационных пространствах с одной стороны с другой стороны мы можем со мной что-то не так вот я чувствую не то что другие я действую это как другие и вот этот вот это вот переживание вот этого даже когда мы не очень понимаем что мы так это да оцениваем эту ситуацию то она может быть связана как раз или выражаться вот этом переживание и стыда со мной что то не так вот и с этим сложно потому что мы в этот момент начинаем чувствовать себя очень очень изолированными, мы в этот момент начинаем, не знаем, как с этим быть, у нас нет языка, ни телесного, ни вербального для этого, вот, и вот, соответственно, что делать, учиться, да, привыкать в особых условиях, где это может быть более безопасно, где это может быть предметом для творческого исследования, учиться этому. У нас такой небольшой заход будет, как раз, вот, с завтрашнего дня, со вторника мы начнем, вот, и понятно, что это просто три шага, это не то, что сейчас мы за три раза все решим, так не работает, да, но за три раза, вот, мы сделаем три хороших, таких полноценных шага в том, чтобы присвоить себя, это уже не со мной что-то происходит, я это проживаю, я с этим как-то обращаюсь, удачно, неудачно, лучше, хуже, но это я проживаю, да, вот это возвращение agency, да, вот это авторство собственной жизни, это, да, так же, как авторство собственного танца, это одна из наших целей и основ, ну, такой, идеологических основ, я бы даже сказал, ценностных основ того, что я делаю. Хорошо, спасибо большое тем, кто слушал, было несколько вопросов любопытных и, да, приходите на наши курсы и просто танцуйте, и просто танцуйте. Спасибо, всего доброго, до свидания, будем заканчивать. Спасибо.